Водителем мусоровоза в одной из управляющих компаний города Кунгура Александр Иванов работает 7 лет. В день делает два рейса. Вывозит более 10 тонн мусора. Чего не любит Александр, так это дошливые погоды. В распутицу трудно бывает заехать на полигон твердых бытовых отходов. Машина тонет в грязи и в мусоре. Сейчас вот сухо, она более-менее все. А вот когда сыро, сплит бывает, что стаскивает машину. Грязь все равно же. И вот и начинают. Ждешь трактор, когда подъедет. Вот я недавно буксовал. Я здесь содрал. Новую резину у нас стоит. Да много чего ребята тоже здесь оставляют бомбера. Все эти недоразумения с мусоровозами происходят на самом современном полигоне твердых бытовых отходов. Современным его назвали при открытии в 2015 году. Компания «Инвестор Экосистема», вложившая средства строительства, обещала к 2017 году довести полигон до совершенства, но ничего не сделала. Это полигон, который нам обозначили. Сказали, что он будет лучшим в крае, что он будет полигоном номер один европейского уровня. Но на сегодняшний день мы видим, что полигон как полигон не работает. Он работает, как обычная простая свалка. По проекту на территории в 9 гектаров должны были разместиться площадки для крупногабаритного мусора, строительных и древесных отходов. Возведен мусоросортировочный комплекс. Компания «Экосистема» готова была потратить на строительство этих объектов 50 миллионов рублей, но не потратила, сославшись на смену законодательства и на ожидание регионального оператора по работе с мусором. Мусоросортировочный комплекс достаточно дорогой. Мы не можем пока сейчас рисковать и инвестировать такие средства. Пока непонятно у нас, что будет дальше. То есть мы ждем, когда уже утвердится региональный оператор, и уже с ним у нас будут решаться все вопросы по дальнейшему взаимодействию. Когда полигон не принимает мусор, он подолгу лежит во всех городских микрорайонах. Хорошо лишь лицам без определенного места жительства. Среди мусора они находят нужные для себя вещи. А ведь инвестор обещал следить за чистотой в том числе контейнерных площадок и даже, за свой счет, обновлять мусорные баки. Но, увы, а ведь тариф для перевозчиков мусора после открытия нового полигона вырос в 4 раза. Был 140 рублей за тонну, стал 590. Соответственно, новые цены украсили в кавычках и квитанции жителей города Кунгура. По 200-300 рублей мы платим за вывоз мусора. А иной раз бывает так, что даже стыдно за нашу площадку мусорную, потому что все везде раскидано, разбросано. В связи с открытием нового полигона доступ на старую городскую свалку, где отходы сжигали 50 лет, закрыли. Правда, мусор тлеет здесь до сих пор. Кунгурская свалка размещалась на Ледяной горе, особо охраняемой природной территории. Ледяная пещера, расположенная в недрах горы, из-за соседства с мусором не могла попасть под защиту ЮНЕСКО. Теперь у нее появился шанс. Даже помимо того, что, наверное, надо подавать заявки для ЮНЕСКО, мы обязаны, как эксплуатирующая организация, обеспечить природно-культурный памятник Ледяная гора, где мы должны соблюдать все правила экологии. Всего в километре от полигона расположена деревня Мыльники. В свое время сельские жители собирали подписи против строительства свалки, но им объяснили, что мусор будут перерабатывать, а не сжигать, поэтому волноваться не стоит. Вышло наоборот, мусор на полигоне начал гореть. Едкий дым устремился в сторону деревни. Бывает даже ночью, на улицу невозможно выйти, так как кислорода-то нет, практически один дым повсюду. Вот так возьми, спаять, ляг, и все, потом не встанешь. Наши дети ходят в школу утрами в этом дыму. Пора прекращать это дело. 20 лет назад Виктор Чопуров купил в Мыльниках землю, чтобы разбить сад и заниматься пчеловодством. Теперь у Виктора яблони, сливы и 200 ульев. Мед приносит неплохой доход, но из-за свалки пенсионер боится потерять свой небольшой бизнес. В этом году он уже собрал меда меньше обычного. Там в районе свалки дальше пчелы было дикое очень много. А многие ловушки ставили пчеловоды, знакомые, я знаю, в сторону Шадейки туда. В настоящее время лета пчелы вообще там нет. Вообще. Экологи Кунгурского района уверены, если бы соблюдались все санитарные нормы при эксплуатации полигона, если бы слои с мусором правильно трамбовались и вовремя пересыпались землей, возгорания не случилось бы. В связи с многочисленными жалобами нами было принято решение направить письмо в управление Роспироднадзора по Пермскому краю, для того, чтобы они провели в отношении ООО «Экосистема» проверку. Руководители компании «Экосистема» считают, что на свалку проникли недоброжелатели и совершили поджог. Мы сейчас проливаем, прольем верхний слой, мы его землей заблокируем, чтобы ограничить доступ кислорода. Вот и эти меры будем проводить, пока не потушим. Для инвестора были созданы все условия, чтобы комплекс функционировал без нареканий. Пахотные поля были переведены в промышленные земли и переданы предприятию «Экосистема» в аренду на 30 лет. Арендаторы в ответ на долгосрочное сотрудничество обещали создать 50 рабочих мест. Не создали, вновь сэкономили. Как будет решена проблема, пока не знает никто. Поэтому отрасль немножко замерла. Она еще не понимает, что будет и как происходит. Поэтому мы работаем с тем, что есть на сегодня. Есть 50% готовности этого полигона. Есть те, кто на нем работают арендаторы. Есть те, кто привозят мусор туда. Чаще это управляющие компании, либо частные лица. Глядя на все недоработки, единственное, что может сделать администрация города Кунгура, так это отказать в продлении договора аренды. Но пока проявляет терпение, потому что нет альтернативы. По законодательству, в 2018 году лицензию получат только те полигоны ТПО, на территории которых сортируется мусор. А значит, мусоросортировочный комплекс все-таки придется построить, если компания-экосистема намерена и дальше работать в Кунгуре. Юлия Долгова, Михаил Овсейчик, Пермский край.